он считает что все хотят знать сколько он зарабатывает а мы хотим знать как он попытается не попасть под статьи о фейках о пропаганде гомосексуализма об экстремизме и других это честное слово я маруся загорска сегодня у меня в гостях неутомимый борец с троллями и за удобную городскую среду алексей куриленок постепенно люди просто настали заваливать этим контентом и мы сейчас реально разгребаем его сутками первые два года ну прям сутками все это вел сам мы эту тему выносим в публичность нас ругает иногда администрация 10 дней либо мы закрываем как не попасть береги в себе человека как сказал чехов мне человек комментарий пишет я тебя замочу просто я знаю где ты живешь если как бы человек начудил надо чтобы он ответил убьют меня вот человек ты в интернете да и ты реальный вот в чем разница на стекла сплю я бегаю по углям хожу в горы тот родился здесь тоже здесь то есть у каждого своя сфера и этот это мой мир как бы зачем зачем его на раскрывать лёха сидит там каждый день как вы сказали сутками в паблике тролли думаете так окей лёша здравствуйте привет здравствуйте на вы сразу а давай на ты давай на ты все отлично лёш тогда расскажи про то чем ты сейчас занимаешься потому что мы ждали тебя с встречи наверное для большинства людей которые знают меня публичная я связан только с бурну до сла либо с нашими какими-то фестивалями мероприятиями и так далее помимо бурну до сла есть куча других проектов которые мы готовим и в этом регионе и не только и на это требуется колоссальная работа и вот а в пабликах я уже не трачу столько времени потому что этим занимается команда ребят наших вот давай тогда сначала обсудим паблики а потом будем все остальное обсуждать с чего проект этот начинался просто мне нужно хочется понять вообще а зачем 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 это все ни разу я до этого уже занимался мероприятиями всякими разными и вечеринками и авто мероприятиями и все это просто потом перешло в онлайн где мы не только стали встречаться в оффлайне но и в онлайне там обсуждали все наши темы встреч какие-то интересные актуальные новости в городе и фото видео отчеты все делали короче вот онлайн так и понеслась движуха все а что сейчас представляет вот этот проект из себя сейчас это крупнейший ну я не знаю я крупнее не знаю на алтай интернет ресурс такой сейчас на разных платформах располагаемся в контакте instagram facebook одноклассники свой ресурс telegram плюс даже в тик ток освоили тик ток я даже удивлен в принципе не слышно у нас в маленьком нашем аккаунте в тик токе есть уже два видео которые собрали по миллиону с лишним просмотров ну допустим когда были снегопады гелик вытаскивал фуру на красноармейском это все замиксом в видос выкинули в тик ток и это все по всей стране разлетелось поэтому мы туда кидаем именно какие-то редкие интересные такие кадры либо где там бабушка выходит после снегопада в троицком в деревне здесь под барнаулом а там у нее под крышу все это вот и окно открывает а там все снегом заметь заметила и когда мы эти кадры видео опубликовали под музыку ну люди с других регионов россии там с европейской части россии не принципе не поверили поэтому туда в тик ток мы кидаем очень редко и такие штуки которые реально разлетаются с музыкой сколько человек сейчас ну вот на удаленке занимается 15 15 да и ребята не только в этом регионе то есть есть редакторы администраторы и там кто-то по рекламе отдельно дал то есть у каждого своя работа все работают на удаленке мы встречаемся в принципе только в онлайне все ребята официально где-то заняты работают но у них есть время помогать нам нашему сообществу 7 лет назад там 8 лет назад про то что зарабатывать деньги на в интернете в паблике про это никто даже не подозревал я тоже об этом ну вот вот расскажи как вы этот путь прошли с чего вы начинали монетизацию какие сейчас как-то меняются инструменты какие-то пути для монетизации по сути начали свою оффлайн движуху двигать в онлайне то есть я наши мероприятия мы там делаем соответственно многие наши мероприятия поддерживают разные партнеры там компании там автомобильные автосервис автосалоны и соответственно им стало интересно использовать наш инструмент ради своего продвижения и все так постепенно мы потихонечку завели туда рекламу все сначала на бартерной основе ну и где-то я считал 49 50 процентов поступаемых заказов отклоняем потому что нас не устраивает в принципе там либо дизайн картинок видео и вообще сфера рекламы допустим нас не устраивает и мы отклоняем такую жесткую политику внутреннюю сообщества сообщества выработали и в принципе ей придерживаемся все семь лет по рекламе знаешь там приходит мы хотим там допиляцию пропиарить и там заходишь в паблика у тебя ноги там волосато побритые какие представь как это тебе негативно даже ну реально ну реально но просто там ты бы ты бы знала какой нам фото и видео контент присылать для рекламы и я такой смотрю и я опять же тебе говорю исхожу из своего принципа если мне это видеть противно то я говорю да ребята но мы отклоняем и все они почему его потому что это это бред все мы не хотим видеть это в своем сообществе и все как бы здесь пониманием думал ли я платном контенте никогда то есть нам сейчас хватает опять же это исходит из принципов структуры построения внутреннего нашей политики сообщества то есть мы заложили такие принципы которые направлены на взаимопомощь и озвучку каких-то проблем в обществе сами понимаете проблему нас в обществе с каждым годом только больше становится вот я говорю о разных сферах да и поэтому контент платный я даже не думал о нем и о поощрении людей за контент я ну я просто не вижу в этом смысла единственное что я сделал и мне это нравится я это буду продолжать делать киде сейчас с временем надо прям уже опять же структурировать мне нравится иногда комментарии которые люди пишут знаешь вот есть прям интеллектуалы которые из такие как стендаперы какой-нибудь пост так откомментирует ну сидишь да уж блин это реально круто и мы даже иногда делаем это заголовком и мы этих людей поощряем как раз монетизации там 100 рублей либо подарком каким-то просто на мобильный телефон первые два года прям сутками все это вел сам даже полуночники раньше таймера не было они у нас выходили в два ночи а пост доброе утро выходил 6 утра я просыпался дела после мощников потому что с утра просыпался делал пост доброе утро потом слава богу таймер ввели который можно может отложенные посты публиковать и стало все попроще но для того чтобы тебе развивать такие сообщества тебе просто необходимо обрастать командой ну и там закладывать мотивацию в том числе денежную создатели контента у вас в том числе и пользователи являются вот ты говоришь что у вас есть такая серьезная цензура в плане рекламы какая цензура есть в плане контента мы заложили принцип но этом из их исходит из моего внутреннего мира то есть взаимопомощь у людей разные проблемы только из автосферы и пошла вот эта тема взаимопомощи в принципе сейчас это один из самых серьезных у нас пунктов в нашем сообществе которые и такой составляет единую структуру то есть объясняю отвечая на этот вопрос сейчас люди многие делятся своими проблемами актуальной информации с темами из жизни постепенно люди просто настали заваливать этим контентом и мы сейчас реально разгребаем его сутками то есть в день мы публикуем где-то 30 максимум 40 тем а присылает их 200 300 я раньше думала но это мнение было ошибочно что аудитория в принципе везде одна ну допустим у нас сейчас в одноклассниках 170 тысяч людей пользователей я думал то я примерно один тоже не те же люди в контакте только повзрослее но это я ошибался потому что там реально люди вообще взрослые 38 плюс то есть за 40 за 50 и они реально социально активные то есть даже посмотрите комментарии в одноклассниках под постами как обсуждают одни и те же темы они очень разные поэтому люди все разные информации проблемы с поступаемые в наше сообщество с разных платформ они все разные мы сейчас выработали грубо говоря такую условную формулу если одна какая-то проблема беспокоит снег и мы видим что допустим жители с одной улицы там я не знаю балтийская или еще откуда-то заваливают нас фотками и видео где там либо там малахова не помню северо-западная из двух полос стала одна полоса этом пробки аварии то мы эту тему выносим в публичность несмотря на то что у нас есть грубо говоря нас ругает иногда администрация но эта проблема все как мы ее выводим в публичность ее начинают принципе оперативно решать и вот именно такая сейчас формула заложена по отбору контента если мы видим много заявок по одной теме в предложке мы считаем что эта тема серьезно ее надо вводить в общественность вот вот именно так было такое чтобы вы что-то не выпустили понимая что это контент который может быть там не знаю уликой в каком-то деле который может быть чем-то важным для того чтобы какое-то там раскрыть преступление найти какого-то человека который в чем-то виновен как-то вы 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 бывает что какую-то крутую штуку на которой можно было бы бомбануть придерживаете из каких-то таких соображений этических и такой важности смотри есть в принципе здесь два пути развития если происходит смертельные дтп либо такой случай резонансный и у нас появляется вот знаете даже охранник ко мне пришли изъяли видео с камер вот этого дтп он нам скидывает это видео будет ну просто на вашей совести я знаю что просто вот человека будут отмазывать мы это опубликуем потому что вот смотри вот мы здесь нас просят родственники погибших допустим просьба поднять эту тему чтобы наказать виновных с этой стороны сторона которая не хочет чтобы ее наказали и она там готовит путь отступления мы публикуем эти видео потому что здесь ну вы сами понимаете я исхожусь своего принципа который у меня здесь заложен если как бы человек начудил надо чтобы он ответил вот еще тем более там если вот я помню резонанс на аварии были серьезные нам угрожали и так далее то есть если человек убил людей у этих людей остались дети сиротами давай подключайся бери их тени до 18 лет обеспечивай и так далее финансово поступай чтобы ты ты накосячил исправляй а не съезжай с темы еще и нам угрожает то есть это абсурд другой вопрос когда идет расследование преступлений есть закон об оперативно-розыскной деятельности когда идут проимки преступников уголовные дела расследуются и так далее к нам бывает залетает информация когда ну вот сейчас не надо чтобы она вышла потому что это сливает кто-то допустим мы просто начинаем выяснять искать первоисточник правда это неправда обращаемся в пресс-службу отсюда возникает вопрос как не попасть куда а ну смотри сейчас вообще как стало очень серьезное отношение к контенту со стороны разных служб как вы перестроились и перестраивались ли вот связи с тем что вот так меняется повестка она прям меняется заметно любой пост сейчас по сути любой комментарий в соцсети можно сейчас залететь под статью да то есть если мы публикуем какую-то тему которая провокационная мы ее подаем как инфоповод то есть как озвучиваем проблему мы не призываем никого там знаешь на какие-то темы то есть есть у нас юристы в штате ну то есть в штате это как на удаленке на аутсорсинге на аутсорсинге вот то есть у нас есть компания которые очень хорошие стали работать уже как сми нет я не отношусь к сми можно сейчас этот выпуск тоже вот ваша передача тоже да там подтянуть куриленка за чего-нибудь но вопрос смотри у каждого есть свое мнение мое мнение я озвучиваю то есть мне не страшно его говорить это обычная как бы наша жизнь в которой мы живем живет город и нас читают сотни тысяч просмотров то есть в день ежедневно поэтому здесь вопрос такой если тема она актуальна в городе мы ее поднимаем и публикуем если она кому-то не нравится нам уже пишет роскомнадзор и другие госорганы да я подключаю юридическую здесь сторону и они уже начинают это урегулировать вот и все за какие темы вот вам конкретно говорили что вы можете попасть тема была когда в барнауле или вот под барнаулом произошел суицидальный случай где человек лег на рельсы и поездом его раскатала и это как бы обсуждалось федеральными сми у нас это был суицид потом нашли смертельную записку договорю договорю но нельзя говорить что это суицид надо оговорить смотри сме нужно говорить что это произошло случайно это понятно нет это не случайно потому что везде есть факт что человек написал смертную записку это понятно но ты не имеешь право про это сказать в сми вот приходит время где-то через пять-шесть месяцев нам там приходит письмецо и говорят что у вас ребята 10 дней либо мы закрываем вот ну естественно я сходил спросил что как мы подкорректировали эту информацию была претензия к нам такая типа мы распространяем формы суицида окей ну редактировали все сделали все но как факт мы не стали удалять и так далее то есть вот в этом дурдом какой-то у вас всегда какие-то страшные холивары вот ну просто в комментах битвы оскорбление угрозы убийством а вот как вы боретесь с людьми которые очень бурно свое мнение выражают если человек высказывает свое мнение конструктивно критикует именно конструктивная критика неважно даже властей дорожников хоть кого даже тебя если конструктивно критикует если там тебе не по ему не понравится сейчас как ты одета либо как-то гришь он тебя критикуют он тебя не оскорбит не оскорбит не пошлет и так далее это Это конструктивная критика, она допустима, мы ее не удаляем и так далее. Если человек тебя в их фост и в гриву оскорбляет, не зная тебя, поливает грязью, угрожает жизнью и так далее, слава богу, в контакте появились фильтры, мы в принципе фильтрами это корректируем. То есть чтобы как раз нам-то вообще пофигу, чем больше активность, по идее, тем нам вообще без разницы. Но так как у нас есть прецеденты, когда меня сотрудники полиции вызывали, там и так далее, на людей, на наших участников сообщества были написаны заявления за оскорбление и так далее. То есть там прям реально серьезные есть прецеденты. У нас в сутки удаляются где-то 1200-1300 комментов. Представь, в контакте 5-7 тысяч комментариев у нас оставляется за день, удаляются из них фильтрами. То есть пятая часть уходит? Да, и я тебе более того скажу, что где-то в день 20-30-40 в среднем, ну по-разному по активности удаляется, банится аккаунтов. То есть в месяц это тысяча, бывает вот тысячу-полторы. Мне начали поступать угрозы жизни. То есть я делаю фестиваль, кого-то не пустили на это мероприятие, потому что он пришел с кастетом туда. Мне человек в комментарии пишет, я тебя замочу просто, я знаю, где ты живешь. Ну я тебя просто замочу реально, ну убью тебя, застрелю и так далее. Я думаю, человека не пустили на мероприятие, потому что он неадекватен и пришел с холодным оружием. А он мне пишет то, что он меня замочит. Ну значит он неадекватен. Я говорю, я пошел к психологу уточнять, насколько такие люди вообще опасны. Есть процент людей таких, которые они очень неадекватные, то есть им надо лечиться просто и все. И никто не застрахован, понимаешь, в обществе от этого. Вот мы видим во многих городах, регионах, странах, вот знаешь, такие вспышки в школах, да, приходят дети просто и расстреливают кого-нибудь или еще что-то. Это как раз про то речь. А ты, кстати, я же всегда на виду, еще и концентрируешь самых безумных. У тебя немножко нету жим-жим? Нет, я спокоен. Я не знаю, понимаешь, я тебе говорю. Ну смотри, ты спокойный, у тебя же есть ребенок. Мой принцип, который я выбрал, позволяет мне быть спокойным. Я не наврежу тебе, людям и так далее. Другой вопрос, если жизнь сама точки расставляет. Если, я говорю, ты накосячил, убил людей и пытаешься скрыться от этого, иди и ответственность возьми и исправляй то, что ты делаешь. Вот это позволяет мне быть спокойным. И если человек, которого не пустили на нашем мероприятии или вечеринку, служба безопасности не пустила, да, он не прошел металлоискатель, так угрожает, я это все делаю. Скриню, отправляю, говорю, убьют меня, вот человек. Ну правда, ну как? И ты не будешь застрахован. Ну, я обращался к психологу, который мне объяснял, я к нему пришел, задал вопрос. Вот у меня крупнейшее сообщество на Алтайе. Я говорю, почему люди там друг друга, ну вот я не понимаю, да, понятно, мы крупнейший ресурс в соцсетях, и мы точка концентрации людей с мнением, по сути. Ну это везде так, в любом регионе. И она мне объяснила все, вот прям расписала. То есть, это некая сублимация людей. То есть, понимаешь, да, что такое? То есть, люди... Конечно, понимаю, я работаю, у меня две работы, я ни одного коммента за 10 лет не написала. Вот, смотри. Ну, я пишу, потому что, как бы, я вижу, когда, что люди неправы... Это твоя работа. Нет, это мое мнение. То есть, когда люди что-то не так пишут, и они могут быть неправы, я поясняю, как правило, чтобы не создавались слухи лишние. Здесь другая тема. У людей накипает вечером, и люди, взрослые предприниматели, они интеллектуалы многие, я просто вижу, как они в комментариях выливают все, что у них накопилось. Своеобразная, говорю, сублимация происходит, когда люди, часть своей негативной энергии, так, знаешь, пар спустить, приходят в комментарии, видят, что весь день они ехали по пробкам, по нечищенным дорогам, по узким. Они чищенные, но они узкие. И приезжают, читают Барнула-22 вечером, и видят, ааа, пост про дороги. Вот здесь я могу высказаться, и меня здесь услышат, и администрация, скорее всего, прочитает, и они это делают. Вот, поэтому вот ты, когда говоришь, спрашиваешь, почему так? Ну, потому что мы вот такая концентрация людей. Это хорошо, пусть высказываются, это круто. Только вопрос, надо, чтобы люди, ну, это многие не умеют себя вот контролировать. Они могут перегнуть и уйти вообще в другой лес и создать себе проблемы. У тебя когда-нибудь были конструктивные беседы, например, с представителями власти, когда ты говорил, ребят, смотрите, вот такие-то, такие-то реально серьезные проблемы, которые народ волнует. Я все, что делаю по жизни, это упирается как бы в решение проблем, в созидание. То есть я в этом городе живу, у меня здесь семья, дети. И то есть все, что в этом городе происходит, меня касается так или иначе. И если я вижу, что есть проблемы, которые можно решить, и люди это высказывают, там наверху не слышат. Вот приехали сюда, губернатора поменяли, сменилась команда. Меня тревожит вся история с парками в городе, к примеру, изумрудный, который сейчас возрождается. В этом году мы тоже активно участвуем. Насколько я могу, помогая, далее юбилейный будет возрождаться и так далее. То есть насколько я могу какие-то проблемы решать через свою активность, я прихожу, не боясь этого, и спрашиваю, как здесь можно решить эту проблему. Мне интересная история с парками, что там реально будут строить здания, почему там вырубили. Мы же эту тему подняли тогда, после нашей публикации начался весь этот резонанс этим парком изумрудным. Я пришел к вице-губернатору и спросил, как эта тема будет решаться, кто ее будет решать. Он говорит, да, зеленый коридор, вот ее будут возрождать, ничего там строить не будут. Если хочешь помогать, помогайте. Все, пошли помогать, вот так. Тогда быстренько, короткий вопрос. Есть разница, новая команда губернатора, новые губернаторы прошлого? Да, да, очень сильная разница. В чем? В открытости, в коммуникабельности. То есть я реально, когда был Карлин, допустим, ну тяжело было, я думаю, это многие заметили. Я не отношусь, видишь, никак к политике. У меня просто нет такой какой-то рамки в голове, что, ой, туда нельзя ходить, это же там губернатор или еще что-то. Или это там какой-нибудь предприниматель крупный. Удивительно, что при всем при этом вы категорически, принципиально никогда не занимаетесь никакими коллаборациями с политическими силами, никогда не объединяетесь официально с политическими силами, никогда не рекламируетесь. Ну да, это принципы сообщества, заложенные в 7 лет. А смысл? Зачем? А у самого никогда не было мысли пойти в занимательство? Я отвечал на этот вопрос в 2014 или 2015 году, 5-6 лет прошло, у меня мнение поменялось. Отвечать смысл? Ты видишь смысл в этом? Сейчас мой продукт или как мое комьюнити, сообщество, которое мы создали структуру с этими принципами, решает те же самые проблемы, по сути, и поднимает темы проблемы в обществе, которые решают эти власти, чиновники, депутаты. Предлагали когда-нибудь размещать политическую рекламу? Конечно, предлагали. Какая сумма была самая? 500. Есть какая-то сумма, которая бы ты дрогнул? Для меня материальные, нет, я тогда отказал и продолжаю отказывать. Я общаюсь, деньги предлагают, но вопрос, говорю, мне это навредит моему имиджу, зачем? Смысл? Я говорю, я вот депутаты обращаются, сейчас скоро выборы, ой, давайте мне, Алексей, поможете в что-нибудь там, давайте я доброе дело сделаю, а вы об этом расскажете. Вот знаете, меня вот это честно прямо коребит, я говорю, ты такой, иди доброе дело сделай, парк восстанови, это реально люди поддержат и пойдут за тебя проголосуют. Ну, по сути, реши проблему, нет, ему надо пропиариться, убрать лес и потом только идти. То есть вот это лже, вот это как лже-подача, то есть лже-имидж, он тебя убьет, любого человека. А то, что мы делаем, это идет отсюда, все, и это жизненная позиция, береги всех человека. И это все вокруг этого формируется, притягиваются люди, решаются проблемы. Какие у вас, у вас смысле, у тебя и у проекта планы? Твои личные, может быть, собираешься уезжать и развиваться? В конце такой, типа, свалишь. Да, ну, что там? Многие еще как начали, да, с чего, многие не знают, что у меня много всего, ну, то есть по деятельности. И Барнелл-222 это как хобби, выросшее из моей деятельности. И которое, кстати, мне помогает делать мое, ну, короче, это самореализация, саморазвитие. То есть если у меня есть запрос на решение каких-то проблем, которые меня беспокоят, и у меня такой есть инструмент, который мне жизнь дала, то есть люди объединились. Я же не специально это делал, так получилось. И поэтому Барнелл-222, да, это отдельный проект, который получился в отдельный такой ресурс. И моя задача его сохранить, удержать, насколько я смогу удерживаться, не продать, пока есть у меня силы, возможности, то есть вот, насколько я смогу. Ну, 7 лет в этом году, 7-й год, и за 7 лет везде идет рост. Вот, то есть сообщество ежедневно помогает очень большому количеству людей. Мы раньше, если это фиксировали, сейчас мы это не фиксируем, потому что мне просто люди пишут, спасибо за то-то, вы помогли в том-то, в том-то. И этих уже сообщений очень много. У меня есть других проектов много, 3-4 проекта, которыми я занимаюсь, 2 из них международных. Я не раскрываю об этом информацию, зачем это. А потом они войдут, массы большие, ну, люди, наверное, узнают. А сейчас, ну, я просто работаю, занимаюсь ими, и все, развиваюсь, причем уже 2 года. В горном по туризму и так далее. То есть это все дополнительная деятельность, которая и, в принципе, приносит отчасти доход мне, и, ну, как бы я на это живу. Но и эти проекты, я считаю, по Барнолу-22, его нельзя забрасывать, вот, и чтобы оно развивалось. То есть уезжать отсюда, я, знаешь, подумал, вот, как вот вообще, да, дальше развиваться. У меня все уехали. То есть все, с кем я работал, общался за последние 10 лет. Ребята, которые интеллектуально так бомбят, развиваются, творчески развиваются, по бизнесу развиваются. Ну, как мелкий, средний бизнес и крупный, они уезжают. То есть уехали очень много, сотни людей уехало. И мне все задают часто вопросом, почему ты не уезжаешь? Вот если ты, говорит, Алексей, уедешь, мы все отсюда уедем. Я тебе так скажу, пока у меня есть возможность управлять проектами, где-то я там учредитель, где-то там директор, где-то инвестор. Пока у меня есть возможность управлять этими проектами отсюда, я управляю, да, командировок, много перелетов там и так далее. В том числе за границу. Ну, просто отсюда можно это делать. И многие айтишники, вот все, кто работает с интернетом или на удаленке, они как раз работают здесь. Но работают на европейский. Здесь абсолютно верно, здесь дешевле, здесь спокойнее, здесь уютнее. Меня очень сильно притягает Алтай. И я вот когда-то тоже с супругой, с женой задумываемся, где вот дом, да, свой построить. И вот мы пока как бы в сомнениях, да, потому что мы не определились. Алтай тоже крутое место. Да, здесь я уже чувствую себя ограниченно. То есть я очень сильно хочу попробовать свои силы в каких-то крупных проектах, в том числе международных, попробовать, насколько у меня хватит там знаний, опыта в других проектах поучаствовать. Но я думаю, что жизнь моя все равно с Алтайом как-то будет связана в дальнейшем. Если даже придется куда-то уехать, ну я все равно здесь буду. Здесь мои родители, здесь мой дом, здесь я родился и чувствую здесь себя максимально комфортно. При том, что я объехал уже полмира. И даже горы Швейцарии, там Альпы вот эти очень красивые, как наши. Здесь все равно другая энергетика, здесь круто. Что это за таинственные проекты, которыми ты занимаешься, про которые никто не знает, кроме… А, проекты связанные с айтишкой, с интернетом и с социальным таким значимым направлением развлечения, саморазвития. И знаешь, некоторые инструменты программные направлены даже на заработок. То есть, если ты чем-то умеешь заниматься, тебе необходимо найти клиентов, то мы тебе хотим дать инструмент максимально простой, с подключением верификации твоих счетов, чтобы ты могла оказывать услуги, получать клиентов очень просто. И я вижу, что такого в России сейчас нет, даже в разных странах. И есть проекты, в которые я верю, что они реальны. И это поможет уже не Алтайскому краю, где у нас тяжело с работой. Это поможет, в принципе, тысячам людей, которые могут найти себе какие-то инструменты монетизации, используя свои знания. Кто-то развит в психологии, кто-то в юриспруденции, кто-то в бухгалтерии. Кто-то просто очень много знаний имеет, и ему необходимо делиться этими знаниями. Это все можно монетизировать очень сильно. То есть, допустим, если ты получила клиента, там мы закладываем свой процентик, и все, там 5-7 процентов. И все. То есть, такие, короче, это такие инструменты. А поиск себя? Смотри, просто люди, я говорю, 5 процентов, все, что в Инстаграме, в Интернете, в Активе показано, окей, это и есть я. Но это 5 процентов. 95 процентов для людей, они не понимают, кто я и чем я. Вот, я тогда задам тот вопрос, который я вычеркнула, но я все-таки его задам. Вот ты в Интернете, да, и ты реальный. Вот в чем разница? 5 процентов меня там, но 95 процентов, это люди не понимают. Я же не буду писать о многих штуках, которые людям вообще, они сложно их понять. То есть, даже на моем уровне в 28-29 лет. Вот, поэтому я очень много трачу времени на саморазвитие. У меня нет телека, 15 лет. Я не курю, не пью, очень много читаю, изучаю разные направления. Допустим, мне в последнее время, ну, очень интересно стало, вот, по рунам, да, не только руны, а знаки. Вот, что каждый символ несет в себе? Это же важно. Я же многие символы смотрю, вот, езжу по миру, по странам, и, допустим, в разных странах вижу разную символику. Каждая символика несет определенную энергию, информацию, мы уходим вообще далеко, да, то есть, в старославянческие. Когда есть веды, знаешь, там, и так далее. То есть, ты уходишь в такую глубокую, там, историю, в такие знания, в которые, в принципе, сейчас они затеряны, они утеряны. И сейчас у нас как раз время такое, когда потерялась связь между поколениями, понимаешь, о чем я? Для многих это тяжело вообще. Нет, я понимаю, о чем ты, но для чего тебе этот... Просто интересно. Я вижу за... Вот я вижу, допустим, получаю информацию, объем какой-то, я вижу, что это отражено здесь, в нашем реальном мире. Допустим, нумерология, астрология и так далее. На самом деле, это же точные науки, это цифры, их нельзя там примерно сказать вот так. И я вижу, я в это не верю, но вижу зависимость. Если человек родился в этом месяце, если у него такой-то знак, зодиак или там, и так далее, или год у него такой, я примерно вижу так, если я его знаю, ты просто начинаешь анализировать, да, точно. Если у человека там, ну, я вот 9 июня родился, да, девятка, ты начинаешь это изучать. Ты начинаешь изучать место, где ты родился. И ты понимаешь, что все это не просто так, и все это взаимосвязано. И ты уходишь в такие далекие дебри, я даже не знаю, ну, вот кому-то это интересно, я просто это не раскрываю, не показываю. А, ну, у тебя есть какая-то нумерологическая карта? Я прошел все вообще, я себя говорю, я занимаюсь глубоким саморазвитием. Я хожу, сплю по стеклам, на стекла сплю, я бегаю по углям, хожу в горы, занимаюсь реально, ну, прям развитием глубоким. Слушай, а вот как тебя развил уголь и стекла? Это стрессоустойчивость, это прохождение своих внутренних барьеров. Ты видишь здесь 15 сантиметров раскаленного угля, дорожка 10 метров, ты должен по ней пройти. Я хожу по этим стеклам, я жену свою тоже говорю, это реально? Она говорит, да это бред. Потом я ей показал, то есть я ее тоже немного подвожу, то есть ей тоже интересно. Это вот некий инь-янь, да, в жизни, когда тебя человек поддерживает, ему тоже это интересно. То есть это некий такой путь саморазвития, я о нем толком не говорю в интернете, потому что это как бы тема, понимаете, многие на разном уровне рождаются. Вот ты родился, ты вот здесь, тот родился здесь, тот родился здесь, то есть у каждого своя сфера. И это мой мир, как бы, зачем его надо скрывать. У нас на сайте есть раздел топ комментаторов. Так вот там ребята есть реально, они как интеллектуалы, они бывают, знаете, там подзадоривают людей. Кто-то из той коммент написал, кто-то, да ты типа, что дурак, что несешь, и пошло-пошло. Ну вот они как-то, я думаю, больше себе настроение поднимают. Вот, и иногда я заметил, что люди в сообщество заходят чисто почитать комментарии под постами. Ну вот это все. Тупо поржать, короче. Ну да, есть серьезные темы, а есть вот реально ржака, там вот вчера на ночь опубликованы, короче, там чек с барьера. Не чек, а оценник, и там вот тоже сокращенно так смешно написано. И люди, давай гадать, что это продается вообще. Ну и там просто, ты читаешь, реально поржать с утра настроение поднять. В своем четко понимание, у меня есть все, то есть мне все понятно, меня все в жизни устраивает, я реально кайфую от этой жизни. То есть я реально прям счастлив, мега-мега вообще. И я делаю как раз свои проекты не от того, что мне надо зарабатывать деньги, а я делаю любимое дело. В том числе Барнуду Са. Помогает он людям? Круто. Пусть он монетизирует и дает там решение проблем людям. То есть в этом плане ты получаешь удовольствие. И в этом как раз направлении, когда ты делаешь любимое дело, которое помогает другим и, ну понимаешь, развивается, ты получаешь еще больше энергии на реализацию других проектов. Вот многие это называют, да, жизненным путем, как вот это идти. Поэтому здесь как-то такое смешанно. Просто я говорю, что-то я вывожу в публичность, а что-то я оставляю вот здесь. Это мое личное, это я развиваюсь в этом. Зачем это знать? Я говорю, где-то фотка в соцсетях промелькнула, где я там по углям бегал. Люди там, я почитал комменты, думаю, понятно. Окей. Ну, как бы, если человек что-то не понимает, он считает тупым не себя, а тебя, да? Ну и пусть считают. Мне думают многие, ха, Леха сидит там каждый день, как вы сказали, сутками в паблике троллит. Думайте так, окей. Ну, я, конечно, немножко подыграла, как бы. Нет, я понял, понял. А я-то примерно понимаю, что, как бы, что это немножко другое. Пусть, многие люди думают то, что хотят думать, то, что хотят видеть. Все судят по обложке. Я против этого. То есть, если вы кого-то критикуете, да, осуждаете, то есть, глубже-то посмотрите просто и все. Как бы вот, ну, вот как-то так, короче. Спасибо, круто. У нас сегодня люди на кайфах. Субтитры сделал DimaTorzok